М-Хеллс прежде всего, скажем так, проистекает из той же самой медицины 4P, когда персонализация и активное участие пациента подразумевается в том числе при передаче каких-либо клинических данных, персональных данных через мобильное устройство, средства связи. Есть некое определение, которое мы пытались дать собственно термину М-Хеллс, мобильное здравоохранение. Как видите, подразумевается в первую очередь использование телекоммуникационных технологий и мобильных устройств. Схема достаточно простая, то есть необходим диагностический аппарат, или он может быть вообще отсутствовать, как я покажу позже. Устройство сбора и передачи информации, это может быть смартфон, планшет, неважно. И, собственно, интернет, возможность передачи данных. Что касается интернета, последний пункт, с этим в Российской Федерации, слава богу, все в порядке. Больше 70% населения имеет доступ к высокоскоростному интернету и активно им пользуются. То же самое касается и абонентов мобильной сотовой связи. У нас фактически полтора абонента на каждого человека в стране. При этом аудитория именно российского интернета, она неуклонно постоянно растет. Это более 80,5 миллионов пользователей постоянно пользующих интернет. Из них 66,5 миллионов – это те, кто пользуются интернетом ежедневно. Это данные российского интернет-форума. Взаимодействие пациентов с врачами дистанционно, оно востребовано. Так или иначе, самый простой запрос консультации врача онлайн в Яндексе выдает нам больше 13 миллионов результатов. А конкретно, например, платформа Mail.ru, там уже более 180 тысяч пар вопрос-ответы. Вопрос-ответ, они не персонализированы, не персонифицированы. То есть это анонимная, скажем так, переписка, краткая некая проблема озвучивается. И от врача-специалиста получается мнение, которое фактически нельзя считать клинической консультацией. Что же касается непосредственно врачей, то именно урологи наиболее активны, об этом уже говорилось сегодня, они наиболее активно используют вообще в принципе интернет для своих каких-либо профессиональных задач. И, видимо, в том числе для общения со своими пациентами, для работы, может быть, даже каких-то удаленных консультаций. Современные возможности, они одновременно и достаточно широки, с одной стороны. С другой стороны, мы не используем даже то, что у нас есть порой. Ну, прежде всего, конечно же, это образование. Дистанционно получить образование с помощью мобильного интернета дома, на десктопе, это достаточно просто. Причем решается как очень дружелюбно с точки зрения пользователя вариантами, например, это инфографика, размещение каких-то данных в социальной сети, получение информации через мобильные приложения, так и уже более есть какие-то углубленные варианты, которые вам прекрасно известны, например, статьи, видео, лекции, даже какие-то полные обучающие курсы непосредственно для пациентов. Непосредственно мониторинг физиологических функций в настоящее время можно производить, в том числе и с помощью специально предназначенной для этого аппаратуры. Как я уже говорил, есть некая схема, это анализаторы, которые собирают данные, это, собственно, сбор, передача данных посредственно с помощью какого-либо инструмента, ну, чаще всего, естественно, через мобильный оператор, через мобильные данные. Есть возможность предварительно перед тем, как врач получит эту информацию, ее проанализировать. Почему это надо? Есть хороший пример, когда у терапевта на участке приблизительно полторы тысячи пациентов. И если каждый из них, например, будет делать анализ мочи или даже измерять артериальное давление и эти цифры предоставлять врачу, то врач будет завален колоссальным объемом информации, релевантность которой, то есть часть, очень маленькая часть которой является релевантной. Поэтому некий такой предфильтр перед тем, как эти данные попадут в врачу, они нужны. Ну и, конечно же, собственно, тот момент, когда информация попадает лечащему врачу, и он делает на основании этого какое-либо клиническое решение. Ну, вероятно, исходя из этого, в скором будущем рабочее место врача будет напоминать некий вот такой комплекс, который позволит ему постоянно находиться на связи с пациентом, будь тот в сознательном состоянии или даже во сне. Через мобильные устройства, мобильные телефоны можно передавать массу информации, и самое полезное с точки зрения структурированности – это формализованные данные. Мы уже использовали анкеты IPSS, МИЭФ и прочие. То есть эти данные поступали к нам централизованно как в результате научных исследований, о которых говорил Игорь Кач, так и просто от пациентов, от пользователей, которые приходили к нам на сайт или пользовались нашим мобильным приложением. То есть, во-первых, анкета валидизирована, и врачу, специалисту абсолютно неважно, каким образом она к нему попадет. В подтверждение этих слов хотелось бы сказать, что большое количество анкет было заполнено пациентами самостоятельно. То есть это делается как с точки зрения просто собственного интереса, так и с точки зрения действительно каких-то возникающих проблем и необходимости эти проблемы объективно, дистанционно передать врачу. А именно валидизированная анкета позволяет это сделать. Это результаты сайта одного, это результаты сайта другого. То есть, как вы видите, пользуются популярностью вопросы по эректильной дисфункции, IPSS, но ПСА проверяет в том числе. Дальнейший шаг формализованной данной можно передавать совершенно спокойно без специальных устройств, специальных анализаторов. Дальнейший шаг – это непосредственно использование анализаторов, поскольку сейчас есть существенно прослеживающаяся тенденция к тому, что вся аппаратура, она становится более миниатюрной, более портативной, ее легко можно использовать как пациенту при должных навыках, так и, собственно, на выезде. Это делается очень просто. Вот пример анализатора мочи стационарного. У него очень хорошие показатели в плане того, что пропускная способность несколько тысяч анализов в день и, соответственно, достаточно высокой стоимости. Работает он на тест-полосках, исследует физико-химические свойства, отражательная фотометрия и прочие варианты. Мы получаем в конце анализ по 13 показателям. А вот есть портативный аппарат, который не может сделать несколько тысяч анализов за смену, но время обычно на анализ – это одна минута. И мы получаем 11 параметров, собственно, которые могут быть переданы через мобильное приложение уже тому или иному врачу. То есть, причем стоимость там на порядке отличается. Таким образом, если у каждого практически из нас дома есть тонометр, который достается при необходимости измерения артериального давления, то анализатор мочи, который тоже может быть в домашней аптечке наряду с термометром, становится уже фактически сегодня реальностью. Эти данные… Этот аппарат уже интегрирован с мобильным приложением NetHealth. Эти данные совершенно свободно через мобильную сеть передаются в базу данных. Есть тенденция к тому, что даже УЗИ-аппараты становятся портативными. Пример. Вверху, если вы видите, это картинка, когда мы выезжали на массовые осмотры молодежи, и у нас был вот такой вот аппарат, который весит, если не ошибаюсь, что-то около 7,5 килограмм. А внизу датчик – это самостоятельный УЗИ-аппарат, который передает изображение по Wi-Fi-каналу на любой Android или iOS-устройство. Разница в весе колоссальная. Разницы в цене практически нет. Есть даже возможность уже выполнять цветное доплеровское картирование с помощью вот таких портативных устройств. Это аппарат фирмы Philips, который называется Lumify. Мне посчастливилось его потрогать даже, попользоваться им и убедиться в том, что действительно цветное доплеровское картирование выполняется. На Android-планшете совершенно спокойно. Этот аппарат уже зарегистрирован в Соединенных Штатах Америки. FDA пока что не получил разрешение в Европе. Это, да, не реклама. Я просто делюсь тем, что такие возможности есть. И компания-производитель планирует его не продавать, скажем так, а сдавать в аренду тем специалистам, которым в этом нуждается. Но, на мой взгляд, это очень и очень удобно переместить УЗИ-аппарат. То есть не пациента гонять к УЗИ-аппарату, а УЗИ-аппарат переместить непосредственно к пациенту, особенно когда это тяжелые пациенты, ранние послеоперационные периоды, реанимационные больные и так далее. И на самом деле, уже находясь в домашних условиях, пациент может быть продиагностирован в том числе с помощью такого устройства. Всем нам прекрасно известна также проблема хронической задержки мочеиспускания и адекватности или неадекватности консервативной терапии. Такие устройства, как бледер-сканер различных производителей, могут очень просто, объективно и быстро показать объем остаточной мочи. Причем это делается на самом деле практически в автоматическом режиме. Просто сам датчик нужно приложить к надлобковой области, может быть, немножко поводить. То есть при должном обучении, в конце концов, это может делать пациент самостоятельно. Единственным ограничением на данный момент, на мой взгляд, является высокая стоимость таких устройств. Появились, опять же, к сожалению, не у нас, такие домашние тесты на фертильность, когда оценивается общее количество сперматозоидов без анализа по качеству состава, то есть без разделения по скорости движения, морфологии и прочее. Но, тем не менее, как некий скрининговый инструмент, который позволит особенно молодым парам быстро принять решение о том, что необходимо ли им дальнейшее обследование, это тоже очень важный инструмент. В условиях Российской Федерации, где демографическая проблема одна из лидирующих, это, скажем так, вообще, мне кажется, должно быть чуть ли не поголовно носить характер. Ну и, естественно, ни одной мочой спермы живут урологи, есть необходимость исследования крови, это можно делать тоже в домашних условиях уже сейчас, но этот аппарат пока что в Российской Федерации не зарегистрирован, он тоже существует, тоже работает, определяет, как видите, три глицериды, глюкозу, холестерин и так далее, даже уровень гемоглобина. С точки зрения урологии он, может быть, конечно, не представляет критической ценности, но, тем не менее, это та возможность, когда лабораторные исследования приближаются к домашним. То есть, я думаю, что в скором будущем технически будет реализована возможность, например, контроля мочевой кислоты, и мочевина, и креатинина, и прочих параметров, которые интересны, в первую очередь, нам, как специалистам. Очень интересная тенденция, которую тоже хотелось упомянуть, это анализ пота. Почему он интересен? Он интересен тем, что это не инвазивное исследование, человек потеет практически всегда, а пот, как, собственно, продукт плазмы крови, очень информативен по своему составу. Ну, естественно, не только диагностика. В первую очередь, есть еще и возможности контроля лечения и даже проведения лечения. Мобильные устройства или устройства, приложения, которые помогают контролировать прием препаратов. Ну, так называемая приверженность к лечению, к терапевтическому лечению, она тоже имеет значение, поскольку оценить объективно на самом деле мы этого пока что на данный момент не можем. Есть замечательные устройства, которые помогают тренировать мышцы тазового дна, и не просто тренировать, а благодаря мобильному уже опять приложению демонстрировать некий прогресс, и этим прогрессом пользоваться с врачом или еще с какой-либо заинтересованной аудиторией. Есть устройства поменьше, которые уже реализуют цибиальную стимуляцию. То есть, этим списком устройств я бы хотел сказать о том, что на данный момент есть техническая возможность очень широко использовать различные устройства для того, чтобы тех или иных пациентов наблюдать как до очного визита, на самом деле, так и после визита контролировать их лечение, контролировать результаты лечения. Это можно делать еще раз дистанционно. Но, опять же, есть ряд ограничений, и они чаще всего организационны. Первое, о чем говорилось сегодня, это законодательство. В России оно сейчас рассматривается, как уже, опять же, говорилось. Скоро законопроект, скорее всего, будет внесен на рассмотрение уже в правительство Российской Федерации. Этап публичного рассмотрения уже завершен. При этом есть интересный момент, что в том варианте, который будет отправлен на рассмотрение правительства, есть, так скажем, некоторое ограничение, что телемпсинской технологии будут использоваться с целью взаимодействия медицинского работника и пациента для профилактики, диагностики и наблюдения, но никак не лечения. Собственно, с самим принятием федерального закона мало что поменяется, потому что у нас не будет ни подзаконных актов сразу же, ни стандартов, ни порядков, ни клинических рекомендаций. И они, естественно, требуют колоссальной работы, в первую очередь, от медицинского сообщества. Потом в МХЛ отсутствуют внятные бизнес-модели, не до конца понятно, каким образом врач будет, скажем так, реализовывать свои профессиональные навыки уже и конвертировать их в материальные ценности. Есть консерватизм медицинского сообщества, но это не консерватизм, который, скажем так, упертый. У врачей не хватает знаний и мотиваций, им не до конца понятно, как это будет работать при достаточном образовании, то есть тренингах или просто раскрытии самой темы. Я думаю, этот вопрос будет решен, и сейчас уже мы видим колоссальный интерес вообще в целом к этой тематике, хотя бы на примере того, что мы этот телемост проводим. Есть проблемы с доказательной базой на самом деле. В первую очередь, наверное, с доказательной базой в урологии, потому что таких исследований практически нет. Исследования касались, например, использования экспресс-тест-полосок для анализов мочи, достаточно крупные, но именно использования их для домашнего, в домашнем обиходе, таких исследований я пока не встречал. На основании этого хотел сказать, что, во-первых, дистанционное взаимодействие как специалистов, так и пациентов, оно востребовано. Инструментарий отчасти есть, отчасти он появляется, расширяется. Законодательная база совершенствуется. И сейчас встает вопрос актуальности уже клинических, полноценных исследований того, как врач может взаимодействовать с пациентом. Всем огромное спасибо за внимание. Надеюсь, мой доклад был полезен. Субтитры создавал DimaTorzok